В Тольятти жители некоторых районов жалуются на смог. Местная администрация ищет пути улучшения экологической ситуации. Общественников, экологов, представителей силовых структур местная власть пригласила на межведомственное совещание. Что мешает Автограду вздохнуть полной грудью, выяснял Владислав Жирнов. В дневные часы, по словам тольяттинцев, в городе дышится легко, настолько, насколько это возможно в крупном мегаполисе. Неприятные запахи имеют циклическую природу, то есть повторяются в строго определенные часы суток. Я в центральном районе живу, недалеко от завода. Вот с утра на балкон выходишь, то видно день часов вот так вот 6-7, то, что смог стоит. Причем очень такой заметный. Ну и где-то ночью, ну запах есть, конечно, бывает, трудновато дышать. В том, что экологический контроль на ряде промышленных предприятий Автограда работает не в полную силу, согласно и в городской прокуратуре. Реагируя на недовольство граждан, надзорный орган провел целую серию проверок, которые не замедлили дать результаты. Есть уже некоторые результаты проведения этих проверок. Так, на одном из предприятий химической промышленности мы выяснили, что предельные нормы допустимых концентраций превышают более чем в 50 раз. В настоящее время прокуратурой центрального района готовятся документы в суд, заявления в суд о приостановлении деятельности этого предприятия. О недобросовестных промышленниках, как одном из ведущих факторов ухудшения экологической обстановки в Автограде, говорили и на межведомственном совещании в администрации города. Минимизировать вредные последствия можно и нужно. И здесь на помощь приходит закон. Я так понимаю, что законодательцы нам работают на руку. Конечно, закон вышел без дополнительных подзаконных актов, но тем не менее, с 2019 года уже все предприятия, подобные нашим предприятиям в химической промышленности в городе, должны будут иметь определенные станции мониторинга и контроля. Впрочем, как отметил ряд экспертов, которые приняли участие в работе межведомственного совещания, сваливать всю вину на предприятие было бы неправильно. Мегаполис в обмен на прогресс стивилизации, увы, объективно не может сохранить на своих магистралях и проспектах запаха расистого деревенского утра, особенно если в зеленом щите города пробита серьезная брешь. Другой, наверное, момент тоже очень важный, в котором мы имеем место быть с 2010 года, это потеря леса, потому что лес, не зря говорят, легкие города, да, это не только там реакция фотосинтеза, которую все знают, это очень сложный такой биохимический процесс, агломерация, в которой происходит, да, где не только и ряд многих других соединений, они нейтрализуются, преобразуются в другие за счет бактерий, растений. Эксперты называют целый комплекс факторов, не лучшим образом влияющие на экологическую обстановку в Автограде. Это и загазованность основных транспортных магистралей города, и выбросы промышленных предприятий, и теплая безветерная погода, стоявшая все это время. Решение проблемы тоже должно быть комплексным. При обязательном участии и власти, и граждан, и бизнес-сообщества сделать жизнь в городе комфортной, и, главное, безопасной можно только общими усилиями. Владислав Жирнов, Александр Дудко, Новости губерния. Продолжение следует...